Привет, ребятки! Сегодня у нас пойдёт речь про вот этот бахус синенький-головенький TF-001 и ещё про ту жабу, но об этом позже. Сперва про бахус. Для тех, кто не знает, это весьма узкоизвестный, но весьма примечательный в этих узких кругах японский производитель. Даже обзор когда-то у меня был на жабу-пятиструнной их топовой линейки Handmade. Ещё несколько инструментов подобных мне попадались в руки, и они оставляли на меня крайне яркое и глубокое впечатление, как и на многих других людей, кто с ними сталкивался. Эти Handmade, их топовые модельки стоят новые, примерно как какие-нибудь американские Fender'а, то есть такого плана цены. Но при этом меня они лично впечатляли куда больше, чем вот эти американские Fender'а, те же самые. Но есть у них, кроме вот этих топовых Handmade'ов модельки, чуть попроще, тоже японские крафт-серии. И есть совсем бюджетные, ну если в наше время вообще что-либо можно назвать бюджетным, совсем как растут на сцену, но не суть. Короче, есть у них филипинские инструменты, линейка Global, и китайские, ну, производство филипинских фабрик и китайских фабрик, линейка Universe. Они стоят, ну, как вот эти обычные всякие дешевые японцы, современные китайцы, и вот то, что к нам из аукционов японских едет. И ввиду того, что крафт-инструменты, как раз Handmade инструменты, на меня такое яркое впечатление произвели, мне было очень интересно, а что из себя представляют вот эти вот дешевые филипинские и китайские штуки, и есть ли у них что-нибудь общее вот с этими офигенными, замечательными, интересными крафтами. Хендмейдами, блин, что я путаю их все время. И вот как-то раз на японском аукционе мне попадается вот эта вот штучка, не по самой халявной для аукциона японского и для перепродажи цене, но вроде как инструмент в приличном состоянии был, у одного владельца он находился, который купил его в 2014 году, и, типа, никуда из дома не уносил, особо не использовал, ну, и, собственно, он его продавал, потому что он ему особо не нужен, там, в комплекте кейс, чехол фирменный со всеми документами, вот этими бумажками прикольными. Но я подумал, что ладно, немножко побольше цену заплачу, но хотя бы мне с ним не нужно будет водиться, потом его переделывать, ремонтировать, застраивать и так далее. Но в итоге его все равно пришлось переделывать, ремонтировать, застраивать, потому что играть на нем было невозможно, он был весь ржавый, что на фото не было видно. Прогиб у грифа был большой, и анкер с этим прогибом не справлялся, так что это опять пришлось таки править, ну, и этого тоже, естественно, на фото было не видно, и без этого просто невозможно было строить более-менее приятный экшен и прогиб, а не как у антрабаса. Короче, я его сделал, вроде более-менее, теперь инструмент готов, на нем можно поиграть, его можно послушать, чем мы и займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, что забыл сказать, это модель TF-001, типа бюджетная версия японской модели 24, типа такая современная жаба, с чуть более острыми подточными углами, с активной электроникой, с хамбакерами вместо традиционных жабьих синглов, и 24 ладом на накладке. В основном, в принципе, все традиционно, корпус ольха, гриф-клен, накладка-палисандр, крепление на винтах, железки тоже самые обычные, здоровые традиционно открытые колки, в ридж гнутая железка, типа. Про электронику я скажу чуть позже. Сразу скажу, что этот инструмент не то чтобы меня разочаровал по итогу, потому что я типа чего-то от него ожидал, но, видимо, что-то ожидал, потому что, блин, ну надеялся, что там что-то все-таки от этих бахусов дорогих японских будет, что будет что-то такое интересное запоминающееся. А этот оказался каким-то... не то чтобы невыразительным. Хотя, возможно, это слово как раз скилл уже все подойдет, потому что он не напоминает какие-то другие басы, которых я даже не помню. Мне такие штуки не запоминаются, он не то чтобы обладает каким-то характером пробивным, ярким, он вполне такой мягенький, глуховатый, висковатый, не обладает какими-то яркими обертонами, сочными колокольными, каким-то жиром, в пузо деревяшка тоже не отдает. Вот, ну не знаю, блин, какие-нибудь корты GB серии когда-то были, что-то такое напоминает. Ну то есть вот ни разу не претендует на какие-то ощущения лакшери от более каких-то вот дорогих и прикольных веселых басов. Лично по мне, опять-таки напомню, что я толкаю лично свое мнение, и нередко бывает так, что те инструменты, которые мне вообще никак не западают, вообще никак не впечатляет меня, кто-то берет их и, о, вот это да, вот это мне нравится, вот это то, что надо. Продолжение следует... Но, как по-моему, по звуку, по даче тут вообще ничего примечательного нет. Вот вид классный, да, как он выглядит, мне прям нравится. И цвет этот классный, и в целом стиль, такая вот модерновая заточечная жаба. И, собственно, это, по-моему, один из достаточно редких примеров, когда какие-то такие вариации, типа чуть жаба осовременнее терпыры, получилось прям удачно. По-моему, он выглядит прям красиво. Тут нет никаких спорных голов, там, странных форм, корпус тоже... С одной стороны, сохранил этот оффсет характерное, что видно, что это, типа, был джаз-бас, но при этом как-то рога тоньше, рога больше, здесь больше места. В целом баланс приятнее, хотя гриф тоже немножко тяжеловат, но в целом он весит 3,8 кило, то есть для жабоидов вполне ничего, не тяжело ощущается. По сборке никаких тоже претензий особо нет, сделано вроде хорошо, аккуратно, в плане, ну, как там всё привычно, в плане задоров, зазоров. Хотя вот этот пигард, который, конечно, нифига не пигард, потому что от пига-то он как раз-таки не защищает толком. Короче, вот эта пластинка немножко спущилась и отходит от корпуса местами, но со стороны это не видно, и бонусом тут есть вырез довольно глубокий, длинный и удобный для анкера, для ключа регулировки анкера. Это, по-моему, плюс. Так, электроника, собственно, про ощущение от отдачи я сказал, а по электронике, ну, наверное, многие, как и я, глядя на вот это всё, глядя на вот это всё, подумали бы, что это такая современная, типа, жаба на стероидах, плотная, чтобы там раздавать. Я такого ожидал, но я этого не получил совсем, потому что датчики, вот эти закрытые хамбакеры, не помню, какие там, ну, то есть это вроде не бахус, а что-то такое там стороннее, что-то не ставили. У них довольно слабый выхлоп относительно других звучков и даже классических жабик-синглов. У них довольно мягкий, глубокий звук, то есть, да, от хамбакеров мы получаем, вот более раздутый низ, более, так, вычищенный верх, но никакой плотности, никакой агрессии я в нём вообще не ощущаю, ни в подаче, ни в подключении, то есть, да, там, если прям драйв струны, то чё-то он вроде как-то начинает порыкивать, побуркивать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не очень-то хочется этим заниматься, на самом деле. Скорее, такой модернный вариант жабы, да, но смягчённый, чтобы она такая была жирная, более рафинированная, без вот этой винтажной жабей шерховатости. Ощущается очень фильтрованно и попсово, я бы сказал так. Электроника вообще странная, как по мне, хотя, казалось бы, что может быть странного, там, когда у нас эквалайзер, терапыры, режим активно пасим, пасим. Так вот, короче. Ну, есть у нас ручка громкости, понятно, есть у нас ручка баланса звучков, которая работает очень странно, потому что она не работает, как вот обычно, смешение звучков разной пропорции. Чем ты больше крутишь в одну сторону, тем больше подмешивается звучка другого, точнее, убирается звучка предыдущего, и наоборот. Здесь просто чуть сдвигаешь ручку, и она раз, переключает звучок сразу сюда. Потом от центра ручка в другую сторону раз чуть-чуть, и сразу переключается на бриджевый звучок, как трёхпозиционный, какой-то, только типа с плавным мягким ходом. Но это странно. Субтитры создавал DimaTorzok Потом тут есть ручка тона, которая режимает, работает. Потом тут есть ручка тона, которая работает, причём и в активном, и в пассивном режиме. Да, тут есть активный и пассивный режим, но об этом чуть позже. И ручка тона тоже странная, потому что тут я, когда сижу и играю в интерфейс, карту, я слышу, как она работает, что она делает. Субтитры создавал DimaTorzok А вот в комбик я вообще, как бы, я кручу туда-сюда и не понимаю, что происходит, и происходит ли что-то вообще. Вот почему-то с некоторыми комбиками оно работает так, и даже в карту всё равно как-то странно, не знаю. Может просто непривычно, может я не привык. А потом мы включаем активный режим, повернув тумблер вниз, где у нас двухполосный эквелайзер, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который создавал DimaTorzok Он тебе будет пердеть, рычать, звенеть Это зависит больше не от баса, а от рук Как ты это будешь делать Ваз сам по себе полностью пригодный Играй на нём, что хочешь Но субъективно у меня такие от него впечатления остались Я говорю, что ощущается Как модерн-бопсовый, зализанный Смягщённый, сослащённый джаз-бас Без этой аллскульности Без его шершавости Наверное, стоит сравнить с джаз-басом А то, мало ли, может я что-то напутаю Может, меня мои воспоминания и ощущения подводят Давайте послушаем джаз-бас Обычный классический, в роли которого у нас сегодня выступит Вот этот вот черный Кулзи, японский С названием модели, который я не помню Потому что они у Кулзи все дурацкие Напрочь, я не знаю, как их можно запомнить Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот у нас джаз-бас Фирмы Кулзи По спекам все тупо по жабьи Корпус ольха Короче, прочитайте в описании Кому там интересно будет ссылка на этот инструмент В плане эргономики Баланса Грифа Все опять-таки супер классически по жабьи Особенно в плане эргономики Вот эта жопа, как всегда Вот эта большая Задница Ерзает у меня на коленках Так вообще За что любят эти жабы? За что некоторые считают их просто Эргономики Я, блин, не понимаю Что за... Стильно? Да, но... Электроника тоже классическая жабья Ощущения от игры... Тоже классической жабьи И тот, на самом деле, не только в подключении Мне показался... Такая смягченная Рафинированная, фильтрованная жаба Без всякой грубости Толскульной, примитивной Вот этой вот Шерховатости Да, это ощущается Более шерховато Но при этом Как-то гундоса Как-то, блин, странно это все Вот жабы странные вещи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кому-то может показаться, что я сегодня настроен несколько критически Но я ничего не могу с собой поделать Потому что вот эту штуку я как-то раз Как-то раз я взял И такой О, да, вот это all school Вот это то самое Жабье, блин Прикольно Тыры-пыры И И Выиграл на нем 15 минут к ряду И получил огромное удовольствие Но потом Как я его не брал в руки Что в комике я играл Что в карту я играл Чем больше я играл Тем она начинала больше бесить Вот этой самой своей олскульностью Вот этим своим характером, блин И мне Чем больше я играл Тем больше хотел взять в руки Ебанес Или ЕСП Потому что это уж Блин Специфичная Характерная Фигня Есть люди Которые от этого в восторге Вот эти жабоводы Для которых Ничего лучше Fender И ничего лучше Джазбаса до сих пор не придумали Я это не понимаю По-моему Это более специфичная Странная фигня Хотя опять же Играть можно что угодно Не, она везде будет звучать хорошо Если вы умеете готовить Точнее Если вы не будете ее портить А испортить ее Довольно Сложно Максимум Что характер От вас будет бесить Как меня И то Я так полагаю Что Далеко не все такие Как я А Вакус этот В отличие от этого Меня не бесил Насколько опять-таки В нем вот вся вот эта Олскульная Характерность Джабы Олскульной Была вычищена И выфильтрована Он ощущался Более современного Более модерного Он меня не бесил Но в то же время Я не испытывал Вообще ничего И также Через какое-то время Мне все больше и больше Хотел взять Ибанес Или ESP Потому что Те басы Я понимаю Мне они нравятся И чтобы я на них Не играл Эти Я вроде понимаю Что на них надо играть Но мне не очень Тянет Такой играть Не знаю Не совсем Моя музыка Не совсем Мое настроение В данный момент И не совсем Мои басы Но это опять-таки Мое личное мнение А вам они Может даже Очень понравятся Наверняка Кто-то найдет В них то Что им То самое Что им больше всего Заходит Что их привлекает В игре Что им больше Будет Вдохновлять На игру На какие-то вещи Поэтому Гот Гитар С Казанской 7 Санкт-Петербург Если вы здесь То Если вы в Петербурге То можете зайти Пощупать Послушать Если эти басы Конечно будут в наличии Другие басы Всегда в наличии Есть Всегда еще послушать Также есть сервис Есть выкуп Обмен Вот это все Да еще кстати Я ничего Вспомнил Тут у нас есть Такие прикольные Сувернирчики От Крутого чувака По имени Никита Тюрин Который делает Офигенные дизайны Моделирует Рисует Моделирует В трехмерных Программах Всякие разные басы Короче Открытки С Культовыми басами Всяких культовых басистов Вот этот чувак Клэш Там Есть другие чуваки Есть Еще какие-то Фендера Вот Джако Пожалуйста Вам Так Кто-то такой Красненький Там еще был Стинг Там еще был Вот Харрис есть И не только На самом деле Фендера Там еще были Кто там еще был Вот Овейшн Крутой Я не помню Чей Вроде Соник Юз Вот Модул С фли Это не картинки Скопипаченные С нетнета И вставленные В фотошопе Это чувак Прям целиком Воссоздает Дизайн В трех Изменениях Можете даже Попросить У него макап И сделать По этим чертежам По этому графику Полную Копию Со всеми Нюансами Искусно Сделанными Так Короче Такая вот фигня Просто на всякий случай А то они лежат Про них часто забывают А блин Не надо про них забывать И кому-то может Понравиться Кому-то будет прикольный подарочек Никита старался Делать всю эту красоту И в GoodGitar's Она у нас есть Можете посмотреть Вот Такая ненавязчивая интеграция За которую мне не заплатили Просто я уважаю то Что делает этот человек Ну и соответственно Моя группа ВКонтакте В Телеграме В Телеграме Особенно душевный чатик Для тех Кто хочет просто Потрещать там На басовые И около басовой темы Там Я там постоянно Тоже с чуваками Переписываюсь Вместо того Чтобы писать обзоры Например Спасибо вам за просмотр Спасибо тем Кто не забывает Ставить лайки Не ленится Писать комментарии Кто подписан на канал Разумеется Чтоб новое видео Не пропускать вовремя Если кто-то хочет Отдельный респект Выразить за то Что я делаю Можете отправить донат Буду очень признателен Вместо дошека Куплю шаурму Информация в описании Ну и до новых обзоров Всем пока